Добрый вечер, уважаемые коллеги. Уже вечер. Я постараюсь довольно кратко осветить основные вопросы, касающиеся адювантной терапии меланомы кожи. Говоря об адювантном лечении любой злокачественной опухоли, мы подразумеваем эрадикацию резидуальной микроскопической болезни. Говоря об адювантном лечении меланомы кожи, то есть такие данные последних лет, для предупреждения смерти одного больного необходимо провести лечение 35 больным. И у 97% пациентов адювантное лечение не будет никак влиять на общую их выживаемость. То есть, в принципе, большинству больных, к сожалению, мы не продлим сроки их жизни, назначая адювантное лечение. И поэтому, поскольку до настоящего времени большинство больных, целевой группа, которую мы сейчас уточним, будет излечена хирургическим методом, конечно же, на первое место выступает безопасность и минимальная токсичность адювантного лечения. Целью адювантного лечения, безусловно, является увеличение общей выживаемости, но поскольку, опять же, мы помним, что меланома очень сложное, очень коварное заболевание, то, наверное, здесь мы можем оперировать и такими, ну, несколько суррогатными маркерами эффективности, как увеличение безрецидивной выживаемости или увеличение выживаемости без отдаленных метастазов. Кому по современным представлениям, в отношении кого, скажем так, можно рассматривать возможность проведения адювантного лечения? Это больные из группы высокого риска рецидива. Это пациенты, входящие во вторую, Б, С и третью стадии меланомы кожи. Те пациенты, у которых после радикального хирургического лечения риск рецидива превышает 30%. И, в принципе, лечебная тактика в отношении данных групп больных она в мире неоднозначна. Во всех современных руководствах, в том числе в НССН, например, абсолютно допустимо активное динамическое наблюдение за пациентами этих групп, когда пациент подвергается сопротивленной кратности физикальному осмотру, инструментальному обследованию и так далее. Единственным препаратом, который зарегистрирован для лечения адювантного лечения меланомы, это интерферон, всем нам известный, в высоких дозах и в пигелированной форме, который зарегистрирован был совсем недавно, в 2011 году. И, конечно же, безусловной опцией пациентам участие в клинических исследованиях, потому что мы видим безусловный прорыв в лечебном лечении меланомы, и, конечно же, многие препараты начинают активно изучаться и в адювантной позиции у этих пациентов. И, в принципе, такой неоднозначный подход до настоящего времени приводит к тому, что даже в развитых странах Северной Америки, в Западной Европе не более трети пациентов целевых подпопуляций, субпопуляций получают адювантное лечение. То есть большая часть пациентов, больше половины, выполнив хирургическое лечение, не получают никакого дополнительного лечебного воздействия. Помним, что интерферон имеет три основные дозовых уровня, я не буду уж очень подробно на них останавливаться. Режим малых, средних и высоких доз. Для режима средних и малых доз обычная длительность лечения достигает двух лет. Для лечения высокими дозами не больше года. И разработаны нагрузочная индукционная фаза и поддерживающая фазотерапия. Такие основные исследования, конечно же, были посвящены изначально режимам высоких доз, достигающих 20 миллионов на квадратный метр. Классические исследования, начаты были они в 90-х годах прошлого века. Исследования Киркуда, на основании которого интерферон и был зарегистрирован в ДЕИ в 1996 году в качестве рекомендуемого для дювантного лечения. И основанием для регистрации оказалось увеличение общей выживаемости пациентов, которые получали высокие дозы интерферона на протяжении 5 лет. Однако через 12 лет при подведении итогов оказалось, что все эти различия выживаемости нивелированы. То есть практически с течением времени такие различия выживаемости больных, получавших даже высокий доз интерферона, они оказались незначимыми. И, конечно же, говоря о высоких дозах интерферона, мы должны помнить о высокой токсичности этого лечения. Мы видим, что высокая частота осложнений, касающихся и системы крови, и поражения печени, и различные нервно-психические расстройства, общие симптомы. В исследовании Кирквода до четверти, вернее, каждый четвертый пациент был вынужден или редуцировать дозу в отношении интерферона, или даже прекратить лечение. То есть, в принципе, высоко токсичное и, что немаловажно, высоко дорогостоящее исследование. Поэтому, безусловно, активно изучались режимы и более низких доз, малые и средние дозы, которые оказались менее токсичными, но и не доказали в рандомизированных исследованиях такой принципиальной эффективности, в первую очередь, со стороны общей выживаемости. Но здесь, чтобы оценить, скажем так, более адекватно место интерферона, все-таки в адювантном лечении, большое значение имеют метаанализы, скажем так, проведенные последние 10 лет, многочисленных исследований, которые проведены. И оказалось, что несколько исследований, с участием нескольких тысяч пациентов, подтвердили, что назначение интерферона, вне зависимости от дозы, то есть средние, малые или высокие, вне зависимости от длительности лечения, приводит к увеличению и безрецидивной выживаемости, причем значимо, на 18%, и что принципиально увеличение общей выживаемости, на 11%. И, в принципе, такие результаты, они, в принципе, сопоставимы с адювантом лечения многих других злокачественных опухолей, для которых это является уже стандартом, и не обсуждается, скажем так, необходимость. И поэтому подобные метаанализы, скажем так, их результаты, они подтверждают, все-таки, наверное, необходимость, являются дополнительным аргументом в сторону именно назначения лекарственного лечения именно этим препаратом. И то, что по данным метаанализа также сопоставимо примерно оказалась эффективность разных дозовых уровней интерферона, то тоже явилось аргументом для использования режима малых доз. Это меньшая токсичность, меньшая стоимость, что очень важно, в принципе, позволяет нам оперировать именно такими дозами препарата. Несколько слов о пегелированном интерфероне, мы о нем только что упоминали. Это форма интерферона, которая модифицирована таким образом, чтобы обеспечить более длительное нахождение препарата в сыворотке и удлинение периода его полувведения. И поэтому пегелированный интерферон, в отличие от обычного интерферона, вводится всего раз в неделю, и длительность лечения достигает у него 5 лет для этого препарата. И как раз-таки зарегистрирован пегелированный интерферон был в 2011 году на основании данных рандомизированного исследования с участием более тысячи пациентов, у которых как раз-таки было отмечено, что в целевых подгруппах больных, имевших или изъявлений первичной опухоли, или микрометастазы в региональных лимфоузлах, именно у них отмечено было значительное увеличение, достоверное увеличение безрецидивной выживаемости. И в принципе, как раз здесь мы можем говорить о том, что можно, скажем так, подбирать уже целевые популяции тех больных, которым показано, которые имеют наибольший выигрыш от использования адювантной терапии. И для того, чтобы подтвердить эту теорию, эту находку, наверное, проводятся сейчас исследования рандомизированные у больных с более ранней второй стадии, но уже принципиально имеющих изъявление первичной опухоли. И через 5 лет из них ожидаются первые результаты данного исследования. В принципе, конечно же, адювантное лечение — это животрепещущая проблема, и в мире проводится очень много исследований в этой области и с участием, с использованием, с изучением различных вакцин, например, на основе раквотостокулярных антигенов, с использованием колоннестимулирующих факторов и так далее. И принципиально, конечно, интерес представляют исследования иммунных препаратов с группой иммуноонкологии, прежде всего, эпилемумаба в этой области. И мы видим исследования, которые представлены были результаты уже, по крайней мере, первые сравнения эпилемумаба и группа наблюдения. И сейчас проводится сравнение эпилемумаба с таким условным стандартом — высокими дозами интерферона. Ну и говоря об эпилемумабе в адювантном лечении, видим исследования, представленные в 2014 году на АСКО, первые результаты исследования, в котором больные третьей стадии были рандомизированы или на терапию эпилемумабом, или просто подвергались динамическому наблюдению. И оказалось, что терапия эпилемумабом, ну, в принципе, наверное, закономерно и ожидаемо, привела к увеличению безрецидивной выживаемости практически на 10 месяцев, что, безусловно, является таким плюсом и ожидаемым эффектом этого препарата. Причем важно, что выигрыш в безрецидивной выживаемости был отмечен у всех пациентов, независимо от стадии, подстадии, скажем так, в пределах третьей стадии, независимо от того, есть или нет изъяснение первичной опухоли, независимо от того, микрометастаза или макрометастаза у пациентов. То есть, в принципе, мы можем говорить о некоторой такой универсальности эффекта эпилемумаба. Но мы помним, что препарат высоко токсичен, и, в принципе, здесь, особенно в адювантном режиме, мы должны, конечно же, оценивать все пользы и риски. И в данном исследовании также оказалось, что больше 40% больных имели очень выраженную токсичность, третью и четвертую, в принципе, от угрожающей жизни, и не менее 15% больных имели осложнение стороны желудочно-кишечного тракта, диареи, колиты очень выраженные, что, в принципе, является очень серьезным противовесом, серьезным осложнением адювантного лечения. Были зарегистрированы даже смерти токсические, до 5 человек, перфорация кишечника. В принципе, очень высокая цена для адювантной терапии. Мы, конечно, должны несколько раз оценить пользы и потери. Ну и, подводя, наверное, кратко, постараюсь вложиться во время, подводя вот такие краткие итоги, наверное, напомню еще раз, что рассмотрение вопроса об адювантной терапии не обязательно назначение. Еще раз говорю, что это выбор, обсуждаемый пациентами и докторами. Адювантная терапия рассматривается в отношении больных 2-й и 3-й стадиями заболевания, зарегистрировано использование высоких доз интерферона или погелированные формы с определенной длительностью, и данные метанализов подтверждают равную эффективность высоких и малых доз интерферона. Но я думаю, что большинство слушателей, и, конечно же, это наше мнение, все-таки пациенты, имеющие высокие риски и рецидивы меланомы, наверное, должны, скажем так, с большей степенью вероятности, с большей убедительностью назначаться, склоняться в сторону проведения адювантного лечения, потому что пациент, получающий лечение, ну, скажем так, определенную роль психологического комфорта, определенное место, наверное, такой настороженности и пациента, и врача, и, в принципе, тенденция к увеличению без рецидивной и общей выживаемости, наверное, это все аргументы все-таки в сторону проведения адювантного лечения. Ну и говоря о дозовых уровнях, еще раз просто уже в заключении наши, уважаемые московские коллеги, разрабатывая клинические рекомендации, также рекомендуют, ну, желательно при высоком риске рецидива опухоли использование высоких доз, но при каких-то моментах недоступности материальной или высокой токсичности, что, в принципе, тоже очень веская причина. Совершенно допустимо использование и режима малых доз интерферона. А в случае промежуточного прогноза, промежуточного изначально риска рецидива, абсолютно допустимо и начинать лечение просто с режима малых, ну, средних доз интерферона. Ну, конечно, задачи, которые перед нами стоят, это, безусловно, изучение новых препаратов в адювантных режимах, может быть, их каких-то комбинаций, и выделение, наверное, таких вот более ограниченных, более избранных групп пациентов, которым показано проведение адювантной терапии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Там вы говорите, что у 97% больных меланома адювантная терапия неэффективна, и ссылаетесь вот на этот метаанализ Муссолина. И второе положение о том, что 90% опять же излечивается хирургическим путем. Вот не очень мне эти цифры понятны. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, эти цифры были представлены как раз на прошлом ЭСМО, и также они, наверное, больше производят такое психологическое ощущение, ну, некоторой, скажем так, спорности своей. Наверное, авторы, которые приводили эти цифры, ну, не думают, что они каким-то образом лукавили и, разумеется, отвечали за те данные, которые получены. Но просто еще раз акцентировали внимание тому, что очень много пациентов, к сожалению, подвергается, может быть, ну, излишней лекарственному воздействию. Поэтому вот и акцент на безопасность лечения, он, наверное, первоочередной. То есть мы не должны навредить нашим лечениям, не должны перелечить. И поскольку мы сейчас, мы видим очень большую популяцию больных, может быть, действительно показано там одному человеку из ста. Мы должны выбрать этого одного человека, которому показана эта терапия. Ну, с другой стороны, наверное, рука не поднимется нам решить, ну, пока им предложить возможность проведения такой терапии пациентам, имеющим определенные высокие достаточно риски алицидива заболевания. У меня будет очень короткий вопрос. Спасибо за презентацию. А вопрос будет такой. Из Вашей практики какой процент эффективности иммунотерапии? Иммунотерапии Вы имеете в виду? Я имею в виду пигелированным интерфероном. Ну, к сожалению, у нас не было личного опыта назначения пигелированного интерферона с адювантной целью. Наверное, поскольку пациенты к нам больше приходят пациенты с более распространенными стадиями процесса, мы редко занимаемся адювантным лечением. Поэтому не могу сказать, какой вот наш личный опыт. То есть, собственного опыта, я так понимаю, что нет? Да-да-да. У нас есть исследование с пигелированным интерфероном. Должен сказать, что препарат, когда он назначается в индукционной фазе, если его пересчитать на обычный интерферон, там получается высокодозное лечение. И это сказывается определенной токсичностью. Поэтому удобство, конечно, безусловно, есть один раз в неделю. Но с точки зрения сайд-эффектов, он более токсичен, чем обычные дозы, если не говорить о средние-средние дозы. А если сравнить с высокими дозами, то у нас обычным интерфероном, мы высокодозный режим использовали, у нас 40 пациентов пролечилось, и 25, что ли, процентов, которым мы должны были сделать редукцию дозы. То есть, и лечение затягивалось, там, вместо 4 недель это выходило за пределы 6 недель, где-то вот так. Ну, с другой стороны, это все переносимо. И гораздо менее, может быть, токсично, чем адювантная терапия и билиумабом. Тут я должен признать, что и билиумаб пока что преждевременно рекомендовать как адювантный вариант вместо интерферона.